Но я что-то не припомню, чтобы послевоенное советское руководство, лидеры советские послевоенные, так же интенсивно работали, как это делаю я или Медведев Дмитрий Анатольевич. Что-то не припомню. Не могли? Они не могли и в силу физического состояния, и в силу непонимания, чего надо делать. Я что-то не припомню. На протяжении многих десятилетий нас заставляют стыдиться того, что главой нашего государства был Сталин. Но если внимательно и беспристрастно изучить документы, то выяснится, что Иосиф Сталин сумел сделать Россию великой. Посмотрите на эти уникальные кадры. Начало движения Алексея Стаханова, который менее чем за 6 часов добыл более 100 тонн угля. Ему в СССР подражали и шахтеры, и металлурги, и вообще вся страна. А это, посмотрите, самый большой в мире на тот момент тракторный завод. Его построили в Харькове всего за 15 месяцев. В 30-е годы Советский Союз преобразился. Всего за несколько лет в стране появились заводы-гиганты, электростанции, магистрали. С конца 20-х до 41-го года наша страна построила более 9 тысяч крупных предприятий. Только вдумайтесь в эту цифру. Из отсталой сельской страны всего за несколько лет СССР стал промышленно развитым. Но я что-то не припомню. До сих пор многие экономисты не понимают, как абсолютно нищая страна без кредитов, без технологий, имея минимум научных и квалифицированных кадров, вдруг стала экономической сверхдержавой всего за несколько лет. Что-то не припомню. Не могли. Они не могли и в силу физического состояния, и в силу непонимания, чего надо делать. Как Сталин, которого называют преступником-тираном и считают глупым, недалеким, мог совершить экономическое чудо, которое не под силу и современным экономистам, знающим все о макроэкономике и пользе инвестиций? Беломорканал, заводы, электростанции, дороги, университеты, мосты. Я что-то не припомню. Продолжение следует...